МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геологоразведочные работы в нашей стране ведутся постоянно. Открываются новые месторождения, начинается добыча нефти. Здравствуйте. Программа «Наши достояния» в Казаларгинской области. Компания «Сауцел» считается одним из наиболее успешных и динамично развивающихся предприятий на нефтегазовом рынке Казахстана. Основная сфера деятельности – добыча углеводородного сырья в перспективном Казаларгинском регионе. С 2003 года была начата работа по разработке нефтяных и газовых месторождений. В настоящее время открыто 7. В 2003 году, вы все знаете, тогда не было воровой компании «Нашитон». Были очень сложности, трудности. Тем более, когда барель стоил максимум около 9-10 долларов. В то время мы нашли «Наши достояния», где мы конкретно с ним договорились до 25 скважин про бурение. «Наши достояния», начиная с апреля месяца, в мае, мы начали бурение первой скважины. Начиная с 1 по 25-й, все скважины дали хороший результат. Это титаническая труд того времени, геологическое отдело, совместность российской компании «Нашитон». И каждый год мы наращивали темпы. Геолого-разведочные работы по поиску нефти всегда дело сложное, особенно в отдаленных районах области. Казалось бы, здесь полупустыня, и кроме песка тут искать нечего. Первое время было здесь голые поля, ничего нету. Начиналось там типа палаточного, можно так сказать, постепенно все обстраивались. Скважина, старая скважина, расконсервация. Новая уже в конце 2003 года, начало 2004 года мы начинали уже бурить новые скважины. В то время мы подряд на организм нанимали. Сейчас свои станки российское производство, производство Китайской Народной Республики станки. Объем был сначала, там день, если 30 кубов, если 30 кубов начинали, сейчас 6500, уже 6500, уже мы плюс-минус добываем. Месторождение «Кинлык» первой из семи в компании. Корабулак, Актау, Ежан, Калжан и Восточный Акшабулак были открыты немного позже. В 2003-м, в год открытия компании, месторождение дали 48 тысяч тонн черного золота. Тогда на предприятии работало всего 48 нефтяников. В настоящее время компания ежегодно добывает более 80-100 тысяч тонн нефти, а количество сотрудников перевалило за 900. Между отечественными нефтедобывающими компаниями поначалу Сауцел занимало 142 место, сейчас 15-е. Нефть здесь разная, в основном малосернистая, присутствует парафин, но в малых количествах. Месторождение «Кинлык» было открыто в 2003 году. Запасы составляют порядка 23 миллионов. Геологически извлекаемые 9 миллионов. Продуктивный горизонт Арскумский и Палеозой. Глубина залеганных продуктивных горизонтов 1400-1600 метров. Нефть высокопарафинистая, малосернистая, малосмолистая, плотностью 0,81 грамм на сантиметр куб. На данном этапе на месторождении пробурено более 120 скважин. Основная добыча ведется фонтанным и механическим способом. Месторождение «Юго-западный кораблок» открыто в 2008 году. Геологический запас составляет порядка 8 миллионов, извлекаемые – более 3,5 миллионов. Нефть парафинистая, малосернистая, малосмолистая и относится к очень легкой нефти. Плотностью 0,79 грамм на сантиметр куб. На сегодняшний день использование современных технологий – основа успеха нефтяных компаний. Конкуренция растет с каждым днем, и рынок сбыта нефти заставляет идти в ногу со временем, уменьшая себестоимость продукции и увеличивать объемы добычи. Это касается и бурения. «Смарт-Ойл» – компания, обслуживающая все 7 месторождений, имеет 13 буровых установок и более 150 специальной техники. «У нас сейчас в данный момент глубина 1250 метров, проектная глубина у нас 1750 метров. Где-то 5-6 дней мы закончим проектную глубину, добудем. Сейчас у нас идет спускоподъемная операция, замена долотом. Дальнейшее у нас через 6 дней закончим, будем переезжать. На этой скважине, на этом станке работает 40-45 человек, дневная и ночная смена». Компания начала заниматься своими основными работами – это бурение нефтяных и газовых скважин, капитальный ремонт скважин, освоение скважин после бурения. Ну и в ходе работы мы уже создали свой тампонажный цех по цементированию скважин. Имеется своя автобаза, имеется свои токарные цеха, мех-цеха. Создали базы в Казларте, в Барскуме. Ну, в данный момент работаем. Ну, штат у нас сотрудников в прошлом году 1200 человек было. В этом году, конечно, в связи с кризисом мы работаем наполовину. Половина станков работает. Ну, успешно справляемся. И с каждым годом у нас идет рост скорости проходки бурения. Также качество цементирования, качество освоения скважин. В общем, мы не стоим на месте, растем. По сравнению с западным Казахстаном, здесь, в Казлардинской области, нефтяных скважин не так много, так как месторождения молоды. Еще одна особенность – с одной скважины здесь добывается в два раза больше черного золота, так как нефть здесь легкая и не вязкая. Из скважин нефть поступает на замерную установку, где подогревается, измеряется и отправляется на дожимную насосную станцию. Но перед этим в жидкость добавляются химические реагенты. Наша замерная установка занимается, в первую очередь, замером жидкости и газа, который поступает к нам с 25 скважин. После замера и учета, это же жидкость вместе с газом, после подогрева, добавление химориагентов отправляется на ДНС и дальше на переработку на ЦППН. У нас работает 6 человек, включая меня, это дневная и ночная смена по 12 часов. Дожимная насосная станция собирает нефть из всех месторождений. Здесь жидкость подогревается до температуры в 50-60 градусов. И далее отправляется в главный цех подготовки и перекачки нефти. Сколько скважин вам тут? Скважин со стороны ЗУ-25, а у нас в коллекторе здесь всего 35. На тестовом сепараторе ведется учет отдельно газа и протекаемой жидкости. Суточный 9 у нас сейчас в данное время составляет более 1400 кубов метров по жидкости. Для этого предназначены мультифазные насосы у нас. Она качает и жидкость, и газ вместе. Сколько человек работает? Работает на участке человек 50, во всем участке корабла. На ЗУ, считай ЗУ, ДНС и ближайшие скважины. Кстати, здесь есть и своя газотурбинная электростанция, которая не позволяет просто выбрасывать попутно добываемый газ в атмосферу. Сейчас месторождение обеспечивает себя электроэнергией самостоятельно. Сегодня мы познакомили вас с несколькими месторождениями компании «Сауцойл». В следующих выпусках мы продолжим рассказывать вам о добыче нефти в Казалародинской области. С вами была программа «Наше достояние». Ищите нас на сайте телеканала 24КЗ и в социальных сетях. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok